Всем приветики дорогие друзья! Сегодня у нас с вами очередное макияжное видео. Я для вас по вашим же заявкам собрала кое-что модненькое. Это смоки и тренды. Это Беллочка наша дорогая ходит с показа Фенди. У нее очень клевые вот здесь, как вы можете увидеть, а гранжевые немножко, очень легкие смоки с глиттером. Мы сделаем с вами эти смоки, потому что они вообще пятиминутные. Будете клево модно выглядеть, а при этом без труда сделайте это сами. И второй важный момент это блестки. Блестки не обязательны как вариант повседневного макияжа. Вы можете вполне без них обойтись, если самовыражение ваше, конечно, не требует обратного. Но в целом блестки надо иметь в виду, потому что глиттер это тоже супер тренд. Сейчас очень много на подиуме. В этом сезоне, ну точнее как в этом сезоне, в предыдущем сезоне, который посвящен этому сезону, мистер Кот все ворует, было глиттеров. Ну короче, поехали. У меня уже сделан тон и, собственно, все. Ни брови, ничего я больше не делала. Брови причешу и пока не буду их прорабатывать, потому что весь акцент будет строиться вокруг глаз. И очень важно брови тоже не перегрузить. Сейчас вот как долбанем бровей, потом перегружен будет очень сильный макияж. А вот коррекцию-то мы давайте с вами немного закрепим, потому что эти смоки хоть и пятиминутки, но наносятся они на откорректированное лицо и, что немаловажно, откорректированные глаза. Поэтому этому мы сейчас уделим немножко внимания. К тому же черные смоки с обводкой по контуру могут немного утяжелить верхнее веко, и это неплохо, не надо его бояться. Но есть еще один маленький минус. Лицо может стать немного более кругленькое, объемное, поэтому нам надо нарисовать скулы, четкий контур и все такое. Конкрет чоколад ждет уже, когда я начну его наносить. Возьму вот такую кисточку от Smashbox. Очень мне нравится ее форма и очень нравится их вот эта какая-то гнутая ручка. Чуть-чуть набираю с палитры и начинаем с самых широких участков. То, что можно делать крупными мазками. Скулы, контур лица. Если понапрягаете зубы, увидите, да, как косточка здесь двигается. Вот постарайтесь прям под скуловую кость. Прикладываю кисточку, она еще по форме такая, прям повторяет скулу. Чуть-чуть ее как будто бы приподнимаю и провожу эту линию. Вот тогда прям боятся скулы. Здравствуйте. Боковые поверхности лба. И вот посмотрите, поскольку я набираю. У меня на кисточке особо даже цвета нет. Я переношу только оттенок, чтобы создать иллюзию. Не нужно чертить себе новые скулы. Нужно создать иллюзию, как будто бы ваши такие. Коррекция, она всегда строится на полутонах. Только тогда вы добьетесь реального результата. Не пытайтесь нарисовать новые скулы. Углубляйте те, что есть. Относительно своей скульптуры лица. Не моей. Вот мое движение вот такое, а ваше может быть ниже будет. Мы должны нащупать косточку и под ней чуть-чуть затемнить. Подбородок немного. Вот подбородком. Эта зона дает нам четко очерченный овал. Кисточку возьмем поменьше. Ну вот она пушистая такая достаточно. Собираю остатки с палитры. Чуть-чуть затемню кончик носа. Не сам кончик, хотя и сам тоже. А боковые поверхности спинки носа вот на кончике. Тем самым хочу чуть-чуть поуже сделать нос. Немного сразу растушевываю кисточкой, которой наносила тон. И скулы тоже можно. Еще немного конкрита набираю на эту кисть. И затемняю немного складку верхнего века. Очень легко. Конкретным чоколад. Вот это еще не мейк, но это коррекция глаз. Если у вас глаза близко посажены, сильнее разводите их к вискам. Прям растаскивайте. И вот все в полутонах. Не должно быть видно, что это как бы мейк. Должно создаваться ощущение, что это тень такая. Если глаза широко расставлены, не бойтесь вот сюда заводить. Вот прям под бровью немного затемнять. Если хотите увеличить глаза, и сюда затемняйте. И сюда затемняйте. И нижнее обязательно, чтобы во все стороны глаза больше были. Мейк, который мы выбрали, даст исключительно декоративную составляющую. А вам нужно сначала хорошую платформу для этого подготовить. Немножко под нижней губой и над верхней. Чтобы увеличить их, добавить объем. Чуть-чуть еще наберу конкретика. И немного затеню вот весь уголок. Вот прям туда-сюда. Телеком уголочек. И напоминаю, что это конкрет чоколад оттенок. Холодный коричневый. Отлично подходящий для коррекции, для матовых смоки. Очень красивый, на губах смотрится. Такой прям очень универсальный оттенок. Вот лицо на месте. Скажем так. Черный конкрет. Где-то мой хороший. Вот он. Он-то, собственно, у нас и будет ответственный за нашу смоки-айзинку. Поэтому черный конкрет нам нужен обязательно. Вам понадобится, ну, наверное, максимум две кисти. Одна какая-нибудь такая средняя, синтетическая. На ручке я не забываем показывать по-бьюти-блогерски. Это Сердар Камбаров Ай-Эс-2. Такая вот кисточка. И вот Наташа Шик. Кисточка такая, блендер для растушевки 13Т. Итак, поехали. Черным сначала очень мягко подводим контур глазика. И берем только вот две трети с внешней стороны. И чуть-чуть поднимаем. Вот такая вот должна получиться у нас загогулинка с вами. Если она будет немного отличаться по форме, ничего страшного. Мы успеем ее переделать. У нас будет для этого возможность. Это мы делаем для чего? Чтобы создать форму этих смоки, чтобы они немножко шли к вискам. И сделать это максимально просто. Нижняя века. Продлеваем по контуру нижних ресниц. Здесь я кисточку держу как бы более перпендикулярно. Работаю кончиком, чтобы рисунок был потоньше. И примерно в том же месте останавливаемся. Две трети. Получится эффект, как если бы вы забыли смыть смоки и после вечеринки проснулись. Растушевываем. Растушевываем, не растираем. Напоминаю, да? Растушевываем. Это растушевываем только границу. То есть не полностью по рисунку кисточкой шваркать, будьте добры. А только по границе. Соответственно, здесь, чтобы вам растушевать, вот так по границе не получится. Все размножите. Вот так. Кисточка должна заходить сверху. Так, в легкую дымочку растушевали. Кисточкой, которой сделали коррекцию. Конкретчок вот наносили. Растушевали еще раз. Теперь еще раз набираю конкрет. Конкрет и наношу как бы под ресницы. И вот здесь уже продвигаюсь. Да, мистер кот, ну что ж такое-то, а? Ну вот не жить нам без этой ватной палочки. Вот надо перевернуть все на столе, все в квартире перевернуть, чтобы вот заполучить эту ватную палочку, да? Покажи всем, какой ты хулиган. Кусь, кусь, все. Под реснички наношу конкрет. На верхнюю слизистую и прям на корни ресниц. И идут до внутреннего уголка. Если отпечатается здесь, ничего, даже хорошо. Старайтесь наносить именно на слизистую, а не в глаз себе. Если в глаз попадет, ничего страшного. Проморгаетесь, да и все. То же самое сделаем по нижнему веку. Смотрите, нужно ли где-то вам еще что-то подрастушевать. Может быть смягчить на подвижном веке. Может быть нижнее немножко, вы видите, где-нибудь какое-нибудь пятнышко. И вот на этом этапе давайте накрасим ресницы, чтобы понять, куда нам двигаться дальше. Делать ярче или нет. Возьму клоран с 4D, чтобы очень яркие были ресницы. Мне нравится ее со смоки использовать. Нижние реснички чуть-чуть прокрашу. И вот сейчас, очевидно, самое время делать брови. Бровей очень стало не хватать. Поскольку у меня здесь на палитре осталось немножко конкрет-чоколад, я добавлю оттенок хаки и получу себе такой прям микс для бровей. Красивый получается такой перий цвет. И погнали прорисовывать. Прорисовывать. Причесываем, чтобы чуть-чуть подтушевать. Я еще остатки наберу щеточкой и дополнительно причешу щеточкой с цветом. Если вы хотите зафиксировать вот такой макияж, возьмите фиксит паудер чуть-чуть прям кисточкой, какой-нибудь мягкой. И зафиксируйте, зафиксируйте по веку, зафиксируйте границу конкрета с подглазным пространством. Микстер-код. Если ты сейчас бляпаешься в палитру, мы как твой хвостик будем оттирать? Раз-раз и все зафиксировали. Все. Он у вас застынет, он у вас будет стойкий. Никуда не денется. Кстати, я очень рекомендую еще чуть-чуть фиксировать вот так вот брови. Можно смазать в течение дня, а так они будут хорошо держаться. Ну и, соответственно, раз уж мы тут с пудрой возимся, давайте сразу припудрим центр лица, подглазное пространство. Кот! Ты хулиган! Ты бандюга! Не смотри на меня так. Припудрим чуть-чуть подглазное пространство, вокруг крыльев носа, подбородок. И самое главное, вот между бровей и центр лба. Ну что, друзья, смотрите, мы сделали такой мейк, только матовый. Но Беллу явно здесь немного натерли бронзатором. И у нее здесь очень много какого-то сияния. У нее глиттер под глазами и металлизированный пигмент на подвижном веке. Давайте добавим сначала металлизированность всю, а потом немножко еще позагорелись. Делаем себя и подчеркнем коррекцию. Я возьму пигмент квиксильвер. Чуть-чуть его на палитру. Набираю кисточкой. Квиксильвер – это такой асфальтово-серый металлизированный пигмент с серебром. Я прохожусь чуть-чуть вдоль конкретыша черного, максимальное количество продукта оставляя на корнях ресниц. Особое внимание уделяю вот сюда, центру нижнего века, прямо под дырочком. Здесь его должно быть больше всего. Растушуем прямо этой же кисточкой чуть-чуть. Вот, появилась необходимая нам драматичность. Здесь прям блестки. Вы блестки можете не наносить. Вы можете остаться с металлизированным пигментом вполне. Давайте дополним немножко бронзатором и посмотрим, как это будет выглядеть все финально. Я возьму конкрет честно, он особо скулы не нарисует, потому что это красновато-коричневый, но как раз даст эффект бронзера, и мы его будем использовать как румяна. Продолжать по коррекции, по той линии, которую мы задавали с самого начала, чуть-чуть на кончик. Баковые поверхности лба аккуратненько. На подвижное веко. Это важно для гармонии оттенков. Все, что вы наносите на лицо, обязательно необходимо отразить хотя бы чуть-чуть на подвижном веке. Вот я в складку вкладываю этот цвет. Им же немного границу растушевать темного. Чуть-чуть. Слишком не опускайте, потому что здесь уже подглазное пространство, нам сюда лезть не нужно. И чуть-чуть его подснимаю на губы. Конкрет честно, он в растушевке, имеет такую красивую краснелку. Это хороший, естественно, пигмент губам яркий. Видите? Ну, это вы понимаете, да? Я очень по чуть-чуть наношу и прям растираю. Может, скулы поярче сделаем? Давайте сделаем скулу поинтенсивнее. Я, кстати, не буду брать новый чоколад. Я возьму тот оттенок, который намешала себе для бровей. Это чоколад с хаки. Шик! На губы, кроме конкретно честно, ничего не наносим. Только липмаск. Маска прозрачная и даст нужную текстуру. И заодно и будет увлажнять губы. Вот, видите, у нас получились такие губы. Очень естественно, с легким влажным блеском, с контуром. Вот мы, кстати, сначала использовали для коррекции конкрет чоколад. А вы можете сразу честно это использовать, если вы знаете, что вы будете использовать его и для цвета. Используйте его для коррекции губ. Он офигенно для контуров. Ну что, давайте завершим все-таки этот мейк тем, чем положено, а это блестками. Вот такого оттенка нанесем блестки. Чтобы блестки липлись хорошо, можно нанести немного текстурмастера. Это такой разбавитель для конкрета, с помощью которого очень легко понизить содержание пигмента, да, и сделать конкрет более таким прозрачным. Он, по сути, как бесцветный конкрет. Можно чуть-чуть набрать его в качестве праймера, натыкать на зону покрытия и нанести блестки. Я использую эту кисточку, которую черный конкрет наносила. Стряхиваю в баночку сразу лишние блестки, набираю только на кончик и забираюсь под реснички. Такими вот движениями легкими просто оставляю там блестки. Снова набираю чуть-чуть, забираюсь под реснички и наношу. У Беллы, Беллочки, подиумный вариант, очень грубо блестки под глазами. Мы прям грубо не будем наносить, потому что будет ощущение, что они осыпались и мы это не планировали. Мы повторим тот рисунок, который у нас есть. Получатся смоки с акцентом на нижнее веко, и нижнее веко у вас немножечко гранжево блестит. Классный получается цвет глазу, становится более прозрачный. Глаза глубокие, из-за того, что мы подчеркнули верхнюю и нижнюю слизистую черную. Создается эффект прищура, и такая немножко рок-н-ролльность в образе появляется. Ну вот, смотрите-ка, очень быстрый, пятиминутный, супертрендовый мейк мы с вами разобрали. Поэтому давайте-ка пробуйте, показывайте в инстаграмах. Пишите вопросы и заказы на мейк в комментариях. Можете писать прям «Хочу мейк с показа маски на весна-лето 2020». И будем с вами разбирать, как по референсу, прям, как сделать такой макияж. Вам спасибо большое за внимание. Хорошее настроение и не болейте. Главный YouTube-бандит передает вам привет и пока. Всех целуем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok